Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Копийск – город с историей. Он отличается особым характером, интересными событиями и удивительными людьми. Наверное, недавним немаловажным событием для вас, как для оценителя истории, стало учреждение премии «Достояние Копийска». Расскажите, что это за мероприятие и как вы к нему относитесь? Здесь следует посмотреть на некоторые моменты истории, а именно то, что у города уже есть. Высокие награды – это такое звание, как почетный гражданин города Копейска и почетный знак за заслуги перед Копейском, а также городской конкурс «Человек года». Многие копичане в свое время были удостоены этой высокой награды за свои заслуги в различных сферах деятельности. Также знаком за заслуги перед Копейском могут быть удостоены и коллективы, организации учреждения Копейска, которые внесли особый вклад в развитие города. И вот в этом году администрация Копейска учредила новую награду – это премия «Достояние Копейска». Для чего эта премия была учреждена? Чтобы выявить наиболее выдающихся земляков, которые здесь родились, которые здесь жили, но уже здесь не находятся, но своим присутствием здесь в Копейске они прославили наш город за пределами не только области, но и даже страны. И замечательно, что такая идея была воплощена. Могу сказать то, что я к этому тоже причастен. Несколько лет назад эта задумка появилась, появилось и черновое название «Достояние Копейска», которое осталось и закрепилось за этой новой наградой. И все благодаря депутату, собранию депутатов Копейского городского округа, директору Дворца культуры Кирова Татьяне Евгеньевне Саблиной, которая поддержала это благое начинание. И в этом году, благодаря такой новой строчке в нашем законодательстве, как инициативное бюджетирование, это мероприятие было реализовано уже в ноябре к празднованию Дня Народного Единства. Брендом города также можно считать официальную символику. Например, герб и флаг можно встретить на сувенирной продукции. Я знаю, что у вас есть удивительная коллекция. Давайте немного подробнее об этом. Да, ведь у Российской Федерации тоже есть три главных символа. Это герб, флаг и гимн. У Челябинской области те же символы также присутствуют. Но эти символы есть и у нашего муниципалитета, Копейского городского округа. Это герб, который был принят в 2002 году. В этом же году был принят и утвержден флаг Копейского городского округа. А в 2007 году, к столетию Копейска, город обрел гимн. И, естественно, официальная символика, как мы видим, она присутствует везде. И, прежде всего, в администрации, естественно, там и флаг, есть и герб присутствует прямо у входа флаг, есть и в зале заседания мы увидим герб Копейска. Ну и, естественно, это сувенирная продукция, это наградная продукция, которая есть. И, как мы говорили, то, что высшая награда города – это знак за заслуги перед Копейском. И вот сам знак почетного гражданина города Копейска. Также герб Копейска есть и на почетном знаке за заслуги перед Копейском. То есть брендирование наградной продукции, то есть оно показывает, что именно это награда Копейска, а не какого-либо другого города. Также есть фрачные значки у сотрудников администрации. Это была задумка бывшего заместителя главы, управляющего делами Людмилы Васильевны Фидей, которая как раз тоже причастна к появлению таких знаков, фрачных знаков сотрудников администрации, которые, появляясь на официальных мероприятиях, могут своим видом показать, что они из Копейска. И можно сказать, что брендирование официальной символики на таких фрачных значках имеет место быть и у высших должностных лиц региона. Например, вот фрачный знак губернатора Челябинской области, с которым он появляется на всех официальных мероприятиях. И мы можем увидеть, что он представляет из себя герб Челябинской области. Но мы можем также вспомнить то, что до 2002 года был другой герб Копейска, и он тоже использовался в сувенирной продукции. Вот, например, часы, посвященные 90-летию Копейска. Сувенирные часы – это был 97-й год, получается, 24 года назад. И вот здесь старый герб Копейска. Также вот коллекция значков, которая здесь присутствует. По сути, первый значок, один из первых значков, который появился на тему Копейска, это был значок, опять же, с первым гербом Копейска. Вот он, выпущенный на Копейском машиностроительном заводе. А история появления этого значка довольно интересная. Раньше же много было коллекционеров-значков фареристов. И была популярна тема именно герардика городов Советского Союза. И один из людей написал в Копейске рабочий, что нет значка с гербом Копейска. Ну и раз нет значка, надо сделать. И вот на Копейском машиностроительном заводе была выпущена первая партия значков с символикой города. Ну и потом мы можем увидеть то, что герб Копейского появлялся уже на различных значках в разные годы. Ну и также одним из брендов города следует упомянуть мемориал памяти Хохрякова по боксу. Победа, на котором дает спортсмену получить звание мастера спорта. И естественно, начиная с 1969 года, когда был проведен первый турнир в нашем городе, тоже без внимания фареристов он не остался. Были каждому турниру выпущены значки. Ну вот они представлены здесь, на этом планшете. Вот самый первый значок, выпущенный в 1969 году. И вот другие значки из Хохряковской серии. Вот здесь не хватает некоторых годов, поэтому здесь пропуски. Вот тоже они посвящены мемориалу Хохрякова. Очень интересный значок, вот 1972 года, большого такого формата. Я его привез из Москвы, там и нашел, в одном из магазинов, где продавались именно значки на спортивную тематику. Когда я его повернул, то здесь есть надпись. Победителю соревнований на приз Хохрякова. Копейск, 1972 год. То есть вот этот значок был подарен кому-то из победителей какой-то категории на мемориаре Хохрякова. Ну вот теперь он вернулся обратно домой. Также, например, кроме значков, часов, можем официальную символику встретить на вымпеле, посвященному Копейску. Филокартисты, люди, которые собирают открытки, могут порадоваться вот такому комплекту открыток, который выпущен был к столетию Копейска, с видами города. Вот как раз. Многого уже нет, многое уже претерпело изменения, но открытки оставили. Тот облик, который был. Статус краснознаменный тоже часть бренда города. И в свое время именно вы выступили с инициативой внести это определение в устав Копейска. Почему, по-вашему, было важно это сделать? Действительно, когда мы стали заниматься этим вопросом, что есть постановление ЦИК СССР о награждении коллектива челябинских рабочих челябинских угольных копий этой наградой, то в 1933 году, когда Копейск обрел статус города, поселок Копи переименован в Копейск, то не было пролонгировано на высшем уровне то, что награда реально остается не за коллективом рабочих челябинских угольных копий, а именно за городом Копейском. И потом это породило волну слухов, что якобы это награда не города, а награда шахтеров, а значит челябинской угольной компании. Ну, как мы знаем, челябинской угольной компании по сути уже не существует. И чтобы уже действительно этот факт отметить наофициально, мы сейчас не президиума, президиума Верховного Совета СССР нет, который бы мог это официально подтвердить. Мы решили на местном уровне этот пункт включить в устав города, чтобы действительно награда закрепилась уже окончательно за Копейским городским округом. В итоге это случилось? В итоге это случилось. Если возвращаться к современности, то в последние годы в Копейске все чаще появляются арт-объекты. Это ведь тоже так или иначе влияет на брендирование города? Да, конечно. Но здесь надо вспомнить то, что Копейска является одним из самых памятниковых городов Челябинской области. Памятники, монументы, уже там после них идут арт-объекты. Если мы вспомним Советский Союз, то арт-объекты тоже существовали, как раз я сказал о стеле при въезде в город. Это своего рода арт-объект. Но арт-объект такого масштаба, что он несет уже и просветительские функции, и стал монументом. И тем более к нему прикоснулся Михаил Григорьевич Семенов, архитектор, автор книг, как я упомянул, лауреат премии «Достояние Копейска». И действительно в этом монументе коротко можно рассказать об истории города. То, что, как я уже сказал, основан в 1907, награжден в 1925 году Орденом Красного Знамени. Сам Орден Красного Знамени, он присутствует в этой композиции. Мы там можем увидеть штык, который напоминает о событиях гражданской войны, а также отбойный молоток, который напоминает о шахтерской славе Копейска. И, конечно же, шестеренку, что Копейск – это еще и город машиностроителей. Вот такой объект создал Михаил Григорьевич Семенов. Что еще было из арт-объектов в советское время? Это, конечно же, доски социалистических показателей. То есть коллективы боролись между собой, и вот эти все цифры соревнования, они, естественно, там были показаны. Сейчас арт-объекты, они уже отошли от пропаганды, социализма и коммунизма. Они несут немного другие вещи в себе. И таким местом для арт-объектов у нас стала площадь трудовой славы. Мы там можем увидеть мостик любви, который был открыт перед ЗАГСом. Кстати, автор, наш копейский архитектор Сергей Завьялов, этого мостика. Также у мостика есть фотозона. Кстати, я люблю Копейс, да, вот там такие замечательные слова. Вот такие, я люблю такой-то город, они есть уже практически во всей России. Даже в Маломальском населенном пункте уже стараются делать вот такую фотозону для жителей, чтобы там сфотографироваться с таким арт-объектом. Также среди арт-объектов новых можно отметить и скамью примирения, которая открылась опять же у ЗАГСа и дерево любви. Ну и интересный арт-объект, который уже говорит опять же о шахтерских традициях, это горка, горка, ледовая горка, которая была стерилизована под копер шахты и несколько лет ее монтировали на площади трудовой славы в канун Нового года. Но, говоря о ЗАГСе, там где мостик любви, мы можем обратить внимание, что на самом ЗАГСе тоже присутствует арт-объект. Это аисты, то есть аисты, они там поселились почти что с открытием этого ЗАГСа и эти аисты сохранились до сих пор. Сейчас они там над крышей, над козырьком самого ЗАГСа. Вы хорошо знакомы с историей города, разбираетесь в нынешних его событиях. А что насчет будущего? Какие бренды могут появиться в Копейске? И, быть может, какие нынешние события уже сейчас претендуют на звание бренда Копейска? Одним из самых популярных брендов Копейска, если спросить у Копейчан, и Копейский рабочий как-то проводил такой опрос, что является брендом Копейска, ну, туда попали и люди. Кстати, дважды герой Советского Союза Семен Васильевич Кахряков. Наш почетный гражданин, тренер по велоспорту Игорь Ефимович Ивашин тоже, Копейчане его назвали брендом Копейска. Но среди лидирующих позиций, конечно, были Терриконы. Вот, они, да, тоже являются таким своеобразным брендом Копейска, шахт нет, но шахтерское наследство осталось. Прежде всего, это и люди, которые работали на шахтах, и вот Терриконы, которые нам напоминают об этих шахтах. Также, например, у шахт ставились стелы с названием предприятия. Например, такая стела сохранилась в поселке Горняк с названием Шахты Красная Горнячка. Вот, шахты, это, естественно, один из брендов города, и действительно который принес славу Краснознаменному городу. Владимир, спасибо за беседу. Пожалуйста. Сегодня гостем итогов недели был краевед Владимир Комогоров.